Всем привет! Начинаем пятый урок немецкого. Начнем с нового глагола brauchen. Нуждаться по-немецки будет brauchen. Соответственно формы. Ich brauche, du brauchst. Тебе что-нибудь нужно? Braust du etwas? Мне это нужно, потому что это очень важно для меня. Ich brauche es, denn es ist sehr wichtig für mich. Мне это нужно, потому что это очень важно для меня. Теперь скажем это, используя вот это слово weil. Ich brauche es, weil es sehr wichtig für mich ist. Помним, да? Weil отправляет второй глагол в самый конец. В данном случае глагол ist. Ich brauche es, weil es sehr wichtig für mich ist. Weil es sehr wichtig für mich ist. Еще несколько примеров сейчас разберем. Was brauchen Sie? Was brauchen Sie? Что вам нужно? Warum brauchen Sie es? Warum это почему? Warum? Почему вам это нужно? Потому что это важно. Потому что это важно. Потому что это важно. Становиться по-немецки. Стать, становиться. Будет werden. Верден. Также используется, когда мы хотим построить будущее время. Верден. Аналог вот этого английского слова will. Верден. Например, я завтра собираюсь вам помочь. Я собираюсь завтра вам помочь. И, соответственно, помним правило. Всякий раз, когда у нас два глагола, второй глагол отправляется в конец. Эту же самую мысль можно выразить попроще. Я помогу вам завтра. Используем настоящее время для того, чтобы говорить о будущем. Я помогу Ihnen morgen. Смотрим дальше. Если по-немецки будет when. И вот это служебное слово если обладает тем же свойством, что и weil. Отправляет глагол в конец. То есть, например, если это важно для тебя. Wenn es wichtig für dich ist. Смотрим пример. Я могу тебе помочь, если это важно. Ich kann dir helfen, wenn es wichtig ist. Смотрим еще один пример. Ich kann es Ihnen bringen, wenn Sie es brauchen. Я могу вам это принести, если вам это нужно. Ich kann es Ihnen bringen, wenn Sie es brauchen. Рассмотрим поподробнее глагол werden. Соответственно, вот у нас формы. Ich werde, du wirst, er, sie wird. Я завтра буду здесь. Ich werde morgen hier sein. Ich werde morgen hier sein. Также, глагол werden очень часто используется, когда речь идет о различных безличных оборотах. То есть, например, становится холодно. Es wird kalt. Cold. По-английски, по-немецки kalt. Es wird kalt. Становится тепло. Es wird warm. Становится тепло. Es wird warm. Становится темно. Es wird dunkel. Es wird dunkel. По-немецки, темно, dunkel. Смотрим дальше. Возвращаемся к словообразованию. Мы уже разбирали пример möglich и möglichkeit. Что-то очень похожее можно проделать со словом темно, dunkel, и построить слово темнота. Dunkelheit. В том случае мы добавляли kite, это словообразовательный элемент. В этом случае height. Dunkel, dunkelheit. И слова эти женского рода. Будь то möglichkeit или dunkelheit. То же самое можно проделать со словом gesund. Например, gesund переводится как здоровый. Gesundheit переводится как здоровье. Gesundheit. Так, идем дальше. В котором часу по-немецки будет um wie viel Uhr? Um wie viel Uhr? И такой пример. Um wie viel Uhr kannst du morgen hier sein? Um wie viel Uhr kannst du morgen hier sein? В котором часу ты можешь быть здесь? Um wie viel Uhr kannst du morgen hier sein? Например, поставим немного другой вопрос. В котором часу ты будешь завтра здесь? Um wie viel Uhr wirst du morgen hier sein? Соответственно, тут мы уже используем глагол werden. Um wie viel Uhr wirst du morgen hier sein? Значит, сказать по-немецки будет sagen. Sagen. Что отдаленно похоже на английское to say. Пример. Вы можете сказать мне где это? Немного усложним предложение. Вы можете мне сказать где это, потому что я не могу это найти. Вы можете сказать мне где это, потому что я не могу это найти. И, например, такой ответ. Извините, но я не знаю где это. Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wo es ist. Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wo es ist. Рассмотрим еще несколько примеров. Es ist kalt heute. Es ist kalt heute. Эту же мысль можно выразить по-другому, да? Heute ist es kalt. Обратите внимание, как ведет себя глагол ist. В немецком языке есть такое правило. Глагол всегда должен находиться на втором месте. То есть, во втором случае мы на первое место решили поставить heute, то есть сегодня. Heute ist es kalt. Но глагол ist остался на втором месте. Ich verstehe jetzt alles. Я понимаю сейчас все. Ich verstehe jetzt alles. И поменяем немного порядок. Jetzt verstehe ich alles. Сейчас я понимаю все. Jetzt verstehe ich alles. Обратите внимание, как, опять же таки, ведет себя глагол verstehe. Он тоже остается на втором месте. Es geht gut. Это идет хорошо. Es geht gut. Или такое предложение. Heute geht es gut. Heute geht es gut. Обратите внимание, в обоих случаях глагол gate остался на втором месте в предложении. Игорь. Продолжение следует...